Air Canada, flight 797, soars high above the clouds. Дым заполняет самолет, находящийся на высоте 10 километров. Мы подаем сигнал бедствия, мы идем на посадку. Расследование авиакатастроф. Эта история основана на реальных событиях, записанных со слов очевидцев. Схватка с огнем. 2 июня 1983 года. Ранний вечер. На борту самолета Air Canada, рейс 797, время ужинать. Капитан Дональд Камерон отработал на Air Canada 17 лет и отлетал почти 5000 часов на TC9. Но это не значит, что он может ужинать первым. Как тебе морепродукты? Вкусно? Прежде чем он может приступить к ужину, должен доесть старший помощник Клод Уимет. Вкусно. Самолет на полпути из Далласа, Техас, в Монреаль с остановкой в Торонто. Тяжелые облака не пропускают на Землю солнечные лучи, а на их высоте в 10 тысяч метров видимость чистая и ясная. Сегодня самолет наполовину пустой. В салоне всего 41 пассажир. Принесите, пожалуйста, чашечку чая. 24-летняя Диана Федли, активный член организации молодых диабетиков. Мы часто проводим благотворительные мероприятия. Раз в год мы проводим большую конференцию. И в тот раз она проводилась в Торонто. Рэймон Шалифоу, инженер. Ему 23 года, и он недавно женился. Он возвращается домой из своей первой командировки. Нам с женой было страшно. Я должен был вернуться через 5 дней. Это был первый раз, когда мы с ней были надолго разлучены. Для меня это было настоящее испытание. Несколькими рядами впереди сидит восходящая звезда фольклорной музыки Стэн Роджерс. Ему 33 года, и слава о нем перешла границей его родной Канады. Лучшие песни Стэна прославляют обыкновенных людей. Эти песни об обычных людях, которые становятся героями. В начале седьмого самолет находится на полпути к Торонто. Что это было? Там. Я вижу. За тобой. Да. Внезапно выбило три автоматические предохранителя, которые защищают от перегрузки чувствительные электрические цепи. Как пулемет. Да. Зап-зап-зап. Эти три предохранителя регулируют спуск воды в туалете, который находится в хвосте самолета. Наверное, кто-то спустил в туалете бумагу. Трубу забило, и система перегрелась. Камерон думает, что что-то мешает мотору нормально работать. Но это не серьезная авария. Туалеты забиваются все время. Самолет продолжает свой путь в Торонто. Бортпроводницы Лора Каяма и Джуди Дэвидсон подают ужин пассажирам. Теперь может поужинать и капитан Камерон. Но сначала он хочет перезапустить автоматические предохранители. Без них туалет не будет работать, и весь остаток пути пассажиры будут испытывать дискомфорт. Не фиксируется, когда я нажимаю. Он ждал более восьми минут, но что бы ни случилось с туалетом, система не может восстановиться самостоятельно. Один из пассажиров жалуется на непонятный запах. Да, запах действительно странный. Я пойду проверю. Кони Кэрш из Техаса направлялась на деловую встречу в Торонто. Она сидела в хвосте самолета. В том месте, где я сидела, я почувствовала странный запах. Он показался мне странным. Это был сильный запах, но не запах горелого. Дым стал просачиваться из уборной. Резкий запах горящей пластмассы застал Дэвидсону врасплох. Это больше, чем просто забитый туалет. Другие пассажиры стали замечать дым и удушающий запах. Сэрджио, в уборной возникла проблема. Джуди говорит, там пожар. Хорошо, я сейчас подойду. Главный стюард Сэрджио Бенетти возглавляет экипаж, обслуживающий пассажиров. В мерах предосторожности мы пересаживаем всех на три ряда вперед. Ядовитый дым быстро распространяется, но Бенетти не видит пламени. Он берет огнетушитель и наносит пену на все стены и полу в уборной. С момента, как первый раз выбило предохранителей, прошло 11 минут. Лора Кайяма принесла капитану Камерону плохие новости. Простите, капитан, но в туалете пожар. Его только что пошли устранять. Вы хотите, чтобы я пошел посмотреть? Да, иди. Пожар на борту самолета – одна из самых серьезных ситуаций, с которой можно столкнуться. Самолет находится на высоте 10 километров. Что начинается с маленькой искры, может смертельно быстро закончиться. Но Камерон еще не знает, насколько ситуация опасна. Вы должны помнить, что в 1983 году на борту самолета было разрешено курить. Меня эта ситуация не сильно встревожила, потому что это было не первое происшествие такого рода. Уэймэту кажется, что ситуация куда хуже, чем он до этого предполагал. Когда я открыл дверь, я не видел пламени, но я хорошо расправил пену из огнетушителя. Ты думаешь, это была сигарета в мусорной корзине? Нет, не думаю. Ясно. Я не могу туда добраться, дым слишком тяжелый. Мне кажется, нам лучше пойти на посадку. Но у Стуарта Сергио Бенетти другой взгляд на ситуацию. Вам не нужно волноваться. Мне кажется, дым уже рассеивается. Капитану Камерону сложно принять решение. Время от времени какие-то детали ломаются. Но все они приводят к серьезным проблемам, из-за которых нужно идти на аварийную посадку. Когда Уэймэт и Бенетти были в хвосте самолета, дым казался тяжелым и густым, а теперь он, кажется, убывает. Хорошо, кажется, стало проясняться. Но я все равно схожу, проверю, все ли там в порядке. Да, хорошо. Возьми эти защитные очки. Я пока оставлю маску. Но не заходи слишком далеко, чтобы не пострадать самому. Нет проблем, нет проблем. Если это всего лишь сломанный мотор, Камерон сможет долететь до Торонто. Но если все серьезней, ему нужно будет пойти на аварийную посадку, прежде чем маленькая неприятность перерастет в смертельную проблему. Субтитры делал DimaTorzok Капитан Дональд Камерон ждет новостей от Клода Уэймэтта, когда внезапно появляется новая проблема. Загорелась главная лампа аварийной сигнализации. Электрические системы по всему самолету, включая кабину, перестают функционировать. У самолета перестали работать приборы навигации и контроля состояния. В рабочем состоянии остались только три абсолютно примитивных прибора для управления двигателем и четыре для управления полетом. Такое управление можно было встретить на бомбардировщиках времен Второй мировой войны. Когда электрические системы дали сбой, Камерон связался с ближайшим командно-диспетчерским пунктом. Мемфис-центр — это Air Canada 797. Air Canada 797, Индианаполис-центр, говорите, у нас проблемы с электричеством, мы можем оказаться без связи, будьте наготове. Старший помощник Клод Уэймэтт в хвосте самолета. До дверной ручки в туалет невозможно дотронуться. Он даже не пытается открыть дверь. Столкнувшись с пожаром лицом к лицу, команде остается только посадить самолет как можно скорее. Не нравится мне, что происходит. Мне кажется, надо спускаться. Мы собираемся совершить аварийную посадку, сообщите борт-проводницам. Да, сэр. Как только решение было принято, загорелась еще одна аварийная лампочка. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Маленькая проблема переросла в серьезную аварию. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это диспетчерская Луис Вилли, прием. Эйр Канада 797, у нас пожар, мы спускаемся. Вы можете долететь до Цинциннати? Вас понял. Цинциннати в 46 километрах, но они могут добраться до него. Капитан Камерон начинает спуск на высоту в полтора километра. Они переключаются на батарею аварийного питания, но большая часть приборов не работает. И не только приборы. Камерон понимает, что большая часть самолета не работает так, как надо. Стабилизатор на хвосте самолета замерз. Работает только руль высоты, который Камерон использует, чтобы заставить самолет пикировать. Но так же, как и машина, которая потеряла рулевое управление, самолет сопротивляется. Когда Камерон нажимает на управление, оно отталкивается обратно с силой, равной 20 килограммам. Самолет стал очень тяжелым, и управление им требовало всей моей концентрации. Едкий дым выползает из задней части самолета и просачивается между швами в потолке фюзеляжа. Он нависает над головами пассажиров, как большое облако. Невероятно резкий запах раздражал горло. Вдыхать получалось только по чуть-чуть, иначе начинаешь задыхаться. Я мог бы дать пассажирам кислородные маски, но это было запрещено. Маски разрешено выдавать только в случае массовой декомпрессии или сильного понижения давления в кабине, но не в случае пожара. Я была напугана. У меня не было истерики, но я плакала. Мужчина, который сидел рядом со мной, объяснил, что если я не буду плакать, успокоюсь и не буду дышать так быстро, это сбережет кислород и поможет другим не волноваться, потому что экипаж знает, как справиться с этой ситуацией. С распространением неисправности из строя выходит бортовая связь. Чтобы руководить действиями пассажиров, бортпроводницам приходится кричать, но дышать становится все сложнее. В 1983 году пассажирам не объяснялось, как открывается аварийный выход. Но не сейчас. И у двух бортпроводниц не остается выбора. Когда дым достигает кабины, капитан принимает окончательное решение. Уимет незамедлительно связывается с аэропортом Сен-Цен-Анти. Приближается Air Canada 797. Mayday, мы снижаемся. Air Canada 797, вы приближаетесь к Сен-Цен-Анти. Взлетно-посадочная полоса 3-6, слепая посадка. Оборудование готово. У вас есть время охарактеризовать аварию. Пожар в туалете. Грегори Карам работает в башне контроля посадок. Сейчас он спасательный круг для горящего самолета. Он не видит самолет на радарах, но он знает, что тот в беде. В 7 часов 13 минут Карам замечает рейс 797 на радаре. Air Canada 797, вы на радаре. Вы приближаетесь к 27-й взлетно-посадочной полосе. Снестесь на высоту 1 километр. Вы сейчас в 3 километрах южнее аэропорта. Команда нуждается в управлении с земли. Пытаясь смотреть сквозь дым, экипаж может сбиться с курса. Карам поможет им спуститься, наблюдая за каждым их действием. Дым и жара в салоне становятся невыносимыми. Я думал, что если мы разобьемся, меня не смогут опознать, потому что при мне не было моих документов. Я встал, достал свой бумажник и надел свою куртку. Я надеялся, что так можно будет опознать мое тело. В тот момент я знала, я уже решила для себя, что у меня нет ничего больше. Я никогда больше не увижу свою семью. Ситуация оказалась безвыходной. Стэн всегда понимал, что он смертен, поэтому он терпеть не мог летать. Но его популярность росла, и поэтому ему приходилось летать все чаще. Он считал, что чем больше он летает, тем больше рискует. Наконец, экипаж видит аэропорт. Хорошо, мы видим аэропорт. Мы вас видим. Air Canada 797. Вам не надо ждать подтверждения на посадку. Место посадки свободно. Вы в 6 километрах от аэропорта. Удачи! Сквозь густой дым и копоть, бортпроводницы Лаура Каяма и Джуди Дэвидсон пытаются найти проход, чтобы успокоить пассажиров. Но дальше 12-го ряда они пройти не могут, потому что дым и жара становятся невыносимыми. Я все время молилась. Господи, пожалуйста, помоги нам посадить этот самолет. Пожалуйста, опусти его на землю целым и невредимым. Я стал дышать медленно, вдыхая по чуть-чуть. Я думал о своей жене. Будьте внимательны, чтобы больше «Аэр-эмерженции» на Национальном географическом канале. «Аэр-эмерженция» теперь продолжается на Национальном географическом канале. «Аэр-канада» flight 797 из-за борьбы с сопротивляющимся управлением силы Камерона на исходе. Вщурясь от густого дыма, экипаж рейса 797 сажает самолет. В 7 часов 20 минут «Аэр-канада» приземлился. С момента первой неполадки на борту самолета рейс 797 прошло менее 30 минут. Когда самолет коснулся земли, я был уверен, что мы уже в безопасности. Надо было только выбраться из него. Но внутри самолета дым не отступает. Пассажиры расстегивают ремни безопасности и пытаются выбраться из самолета. Я встала с кресла и помню, как уперлась руками в чью-то спину. Это было похоже на очередь, но я не хотела в ней стоять, поэтому я развернулась и пошла в другом направлении, не понимая, что я продвигалась в нос самолета. Первым дверь открывает Серджио Бенетти. Он помогает задыхающимся пассажирам покинуть самолет. Салон смольно-черный и обжигающе-горячий. Иди! Иди! Пилоты быстро глушат двигатели. Старший помощник покидает самолет через аварийное окно, расположенное в пяти метрах над землей. Пассажиры открыли три аварийных выхода, но из-за густого дыма они не могут их разглядеть. Я увидела свет. Это была открытая дверь. Я поняла, что кто-то открыл дверь, и тогда я метнулась туда. Я высунула голову наружу, чтобы вдохнуть. Пассажиры, нашедшие выход, спускаются с крыла. На земле бортпроводницы Лора Каяма и Джуди Дэвидсон отчаянно пытаются убрать пассажиров подальше. Пожарные машины окружили самолет. Во избежание взрыва или возгорания топлива они покрывают пеной поверхность самолета и землю под ним. Уимет заметил, что в кабине, упав на штурвал, сидит капитан Камерон. Первое, что я увидел в окне, было лицо Дэна. Я понял, что он не был полностью в сознании. Я не мог встать с кресла. Я пытался встать, но не мог оторвать зад от кресла. Вот так. Меня как будто тянуло вниз. Я не знаю, что именно. Наверное, дым и огонь. Отчаянно пытаясь спасти жизнь капитана, Уимет просит пожарных покрыть Камерона пеной. Эта мыльная ледяная смесь охладила меня. Сработало. Камерон зашевелился. Через окно он пытается выбраться из кабины. Стойте! Вот он, Дон! Едва прошло 90 секунд с момента посадки, как внезапно вспыхнул салон самолета рейса 797. Пламя прокатилось по салону, как поезд. Капитан Дональд Камерон был последний, кто живым покинул самолет. Мы знали, что на борту самолета все еще находились люди, но все было кончено. Пламя из салона вырвалось из верхней части фюзеляжа. Черный дым был виден за много километров. Бортпроводница Лора Каяма пересчитывает людей. Я всегда буду помнить ее слова. Она попросила нас построиться в шеренгу, чтобы они могли сосчитать оставшихся в живых. Если были оставшиеся в живых, значит, были и погибшие. На борту вместе с экипажем находилось 46 человек. Но всех на взлетно-посадочной полосе не оказалось. Я предполагала, что если пилот может посадить самолет, мы все сможем сойти. Но когда я осмотрелась вокруг, я поняла, что спустились не все. Спасшиеся пассажиры страдают лишь от отравления дымом и незначительных ушибов. Тяжело раненых нет. Это было как... Если ты сошел с самолета, все уже хорошо. Я имею в виду, что у тебя могла быть вырихнутая лодыжка или сломана рука или еще что-нибудь. Главное было то, что ты сошел с самолета. Молодой человек, который научил меня правильно дышать, не выжил. Это был удар для меня, потому что он сыграл большую роль в спасении моей жизни. Мне кажется, было заполночь, когда я решил позвонить в Эйр-Канаду. Я сказал, что ищу друга, который летел этим рейсом в Цинциннадзе. Она спросила, являюсь ли я ему родственником. Я ответил, что нет, но я очень близкий друг. Она спросила, одна ли его жена. Я ответил, что да, и тогда она сказала, что желательно, чтобы жена одна не приходила. Восходящая звезда Стэн Роджерс не успел покинуть самолет. Цинциннадзе, прием. Это капитан самолета Эйр-Канада, который горел. Капитан Камерон связывается из автомобиля технической помощи с наземным управлением, чтобы сообщить серьезное известие. Кажется, на борту осталось 23 человека. Если по расписанию есть перевозчик, он бы мог оказать помощь и предоставить приют нашим пассажирам. Здесь достаточно холодно. То, что началось с маленькой неполадки с электричеством унесло жизни 23 человек. Что вызвало пожар? Что же пошло не так? Расследование откроет всю тревожную истину. Пару лет назад с этим же самолетом случилась серьезная авария. Время. 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 Субтитры создавал DimaTorzok You're watching Air Emergency. Время. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Две пассажиры были обнаружены в носовой части самолета, между крыльями и кабиной. Некоторые даже не успели выбраться из кресел. Многие были найдены в проходе. Несмотря на то, что пассажиры были перемещены вперед, еще во время полета двое были найдены в задней части самолета. Исследователи взяли у погибших кровь на анализ. Они обнаружили смертельную дозу химикатов, вызванных дымом от пожара. Когда мы провели токсикологический анализ крови, мы обнаружили большой уровень цианида и фторида, а также угарного газа. Неизвестно, убил ли пассажиров токсичный дым. Известно одно. У них не было возможности бежать с самолета, прежде чем он загорелся. Когда я поднялся на борт самолета, я почувствовал резкий запах. Это было ужасно. Все было уничтожено огнем. Большая часть фюзеляжа обгорела. Обгорела вся внутренняя часть, сверху донизу. Когда тела были извлечены, исследователи начинают разбирать останки самолета, чтобы определить причину пожара. Они были исследованы, чтобы определить, если терроризм может быть фактором. ФБР предполагало, что авария могла быть результатом преступления. Они изучают катастрофу, но за недостачей доказательств какого-либо преступления они решили, что это, вероятно, было случайное возгорание. Исследовать аварию ФБР предоставило Национальному комитету по вопросам безопасности транспорта. Отбросив вариант сознательного поджога, исследователи предположили другую возможную причину возгорания – сигареты. Когда курение в самолете было разрешено, причиной пожара всегда была корзина для мусора. Исследователи изучают мусорную корзину. Ее верх сгорел, но сам мусоропровод и контейнеры за раковиной и под ней целые. В контейнере они нашли остатки бумаги. Она обгорела, но не сгорела. Это значит, что пожар там начаться не мог. Откинув все очевидно возможные причины возгорания, исследователи начинают осматривать останки самолета, чтобы понять, почему же начался пожар. Изучая историю самолета, Хилл находит удивительные факты. За год до аварии из бортового журнала были извлечены бумаги. Все они рассказывают о невероятно большом количестве проблем. Но беспокойная история самолета на этом не заканчивается. Четырьмя годами раньше, вызвав взрывную декомпрессию, отвалились перегородка в задней части самолета. Экипаж вынужден был совершить аварийную посадку. Были выбиты электрические кабели и гидравлика, и все такое. И парень проделал огромную работу, чтобы посадить самолет в Бостоне. Самолет был отремонтирован и отправлен в следующий рейс. Но Хилл сосредоточился на проводах, которые должны были быть соединены после аварии. Провода, которые были до этого обрезаны, должны были иметь место соединения. Исследователи изучали все уцелевшие после пожара провода, но не нашли никакого доказательства возгорания или короткого замыкания. Это еще один тупик. Поэтому исследователи обратили свое внимание на речевой самописицы из кабины экипажа и выбитым автоматическим предохранителем. Что это было? Там. Я вижу. За тобой. Да. Как пулемет. Зап, зап, зап. Автоматические предохранители срабатывают в мерах предосторожности. Если мотор перегревается, срабатывает автоматический предохранитель, отключая мотор от электричества. Это обеспечивает безопасность и не дает мотору загореться. Не фиксируется, когда я нажимаю. Исследователи хотят понять, включатель сработал из-за пожара или сам мотор послужил причиной возгорания. Они построили макет туалета и заставили мусор для спускания воды заедать. Таким образом, мотор нагрелся до температуры в 428 градусов по Цельсию. Мотор горячий, но этого недостаточно, чтобы воспламенить предметы вокруг. Изучая речевой самописец, исследователи пришли в недоумение. За три минуты до отключения автоматического предохранителя самописец записал еще один звук, который повторился 8 раз. Звук электрического разряда. Экипаж не мог услышать этот звук. Несмотря на длительные исследования, нельзя точно назвать причину, по которой произошло возгорание. Просто не хватает доказательств. Даже если исследователи никогда не узнают истинную причину возгорания, они все равно пытаются понять, как пожар спровоцировал столько повреждений. Был дым и была жара, но никто не видел пламени до тех пор, пока волна огня не прокатилась по самолету. Из-за недостатка кислорода и неполного сгорания веществ образуются горючие газы, скапливающиеся под потолком. Огонь горел за стенами в туалете, и дым, горячие газы и сильный запах проходили за стенами, просачивались сквозь швы и попадали в салон. Эти отверстия служили трубой для дыма и газов. Несмотря на то, что огонь оставался скрытым от глаз экипажей пассажиров, за стенами и потолком самолета дым и горячие газы проникали в салон через все швы, собираясь под потолком и давя огромным облаком на людей. Как только Сержио Бенетти открыл дверь, неограниченный поток воздуха ворвался вовнутрь и превратился в пищу для огня. Чем сильнее жара, тем больше кислорода требует пламя. Газы воспламеняются с взрывной силой. Как только появляются искры, появляются жара и токсичные газы, и тогда в кабине сгорает весь кислород и выжить становится невозможным. Техническая часть исследований завершена. Но все равно имеется множество вопросов касательно реакции команды на пожар. Старший помощник сказал мне, что дым стал рассеиваться, и в тот момент я подумал, что все под контролем. Могли ли они что-нибудь сделать, чтобы избежать трагедии, произошедшей на борту рейса 797? В 1983 году дым от пожара в туалете заполнил весь самолет Air Canada DC-9. Экипаж пытался посадить самолет, но несколько секунд спустя после посадки по самолету пробежала волна пламени, унесшая с собой жизни 23 человек. Там был пожарный, который прокричал нам, что самолет может взорваться в любую минуту. Исследователи Национального комитета по вопросам безопасности транспорта не смогли назвать точную причину возгорания. Но просмотрев всю доступную им информацию, через год после аварии они выпускают свой доклад. Доклад о летальном исходе пожара на борту Air Canada 797. Это поворотный момент безопасности полетов. Все это становится причиной спорных заголовков. Исследователи утверждают, что ни Стюарт и ни первый помощник не установили место возгорания, а капитан не был ими проинформирован, да и сам не разузнал расположение и масштаб пожара. Как вы охарактеризовали пожар? Как пожар мусорной корзины? Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Репортеры задают гипотетические вопросы. Air Canada 797, у нас пожар, мы спускаемся. Вы можете долететь до Цинцинадти? Вас понял. Если бы они стали снижаться раньше, смогли бы они приземлиться в аэропорту Стэнди Форда в Луисвилле, штат Кентукки? Он был несколькими минутами ближе, чем Цинцинадти. Репортеры и СМИ обрушиваются на капитана Камерона и его команду. После выхода доклада среди пилотов прошел шумный протест. Они возмущены критикой, направленной против экипажа рейса 797 и решением, что они должны были идти на посадку пятью минутами раньше. Несколько месяцев спустя Ассоциация летчиков подает петицию, защищающую Камерона и его команду. Это подействовало. Комитет по вопросам безопасности выпускает исправленный доклад, включающий петицию от Ассоциации летчиков. В петиции старший помощник Уиметт пылко защитил посадку, описав, что и когда они делали. Важным было не только место посадки, но и скорость движения. По этой причине посадку они совершили в аэропорту Цинцинадти. Но переделанный доклад не нанес ответного удара. В докладе написано, что время, потраченное на оценку пожара и на принятие решения об экстренной посадке, соответствовало серьезности аварии. 20 лет спустя утверждение все еще жалит. Я очень рад, что некоторые успели сойти с самолета. Мне очень жаль, что те, кто не успел сойти, не успели. Потому что мы потратили слишком много времени, чтобы вызволить их из самолета. Это до сих пор не дает мне покоя. Все, что я знаю, это то, что я сделал, все, что было в моих силах. Совместно с комментариями к действиям экипажа комитет предлагает массу способов улучшения безопасности. Ведь если бы самолет был более полным, кто-то заметил бы запах быстрее. На борту рейса 797 достаточно было бы индикатора дыма. Но в то время они не были распространены, но после аварии рейса 797 отношения и правила изменились. Несмотря на то, что стюарты были обучены действием при пожаре, ситуацию на борту это бы не спасло. Важно то, что для борьбы с огнем они не были достаточно экипированы. Без масок и кислорода они не могли бороться с огнем, просто задержав дыхание. После происшествия на рейсе 797 стюарты стали получать лучшее обучение и противопожарное оснащение. Экипаж в долю секунды принял еще одно решение, которое помогло спасти жизни. Они пересадили пассажиров вперед и выдали им мокрые полотенца. Это уменьшило эффект токсичного дыма. Они проинструктировали пассажиров и рассказали, как открываются аварийные выходы. Это помогло многим быстрее выбраться из самолета. Теперь же это установившаяся практика. Наконец было установлено, что пассажиры погибли, теряя драгоценное время, пробираясь через непроглядную копоть в поисках выхода. Что помогло изменить ситуацию? Нанесенная на пол подсветка, которая указывает ряд и направление к запасному выходу. Возможности, которые в конечном итоге станут стандартными. В результате аварии было изменено множество правил, включая более точную проверку кресел, контроль температуры салона, оснащение туалетов детекторами дыма и наличие огнетушителей. Мы собираемся совершить аварийную посадку. Прижмите голову коленем. Но нововведение не вернут жизни 23 пассажирам, таким как мужчина, помогавший Кони Керч. Несколько месяцев спустя его жена разыскала Кони. Она сказала, что понимает, что мой муж помогал мне, и она хотела узнать, как он себя чувствовал и как держался. Я сказала, что он вел себя храбро и позволил мне присесть рядом с ним и научил, как правильно дышать. Я чувствовала себя перед ней виноватой. Но когда вспоминаешь о событиях того дня вот так в деталях, переживаешь все заново, и кажется, что ты опять там. Стэн Роджерс стал еще одной жертвой рейса 797. Он так и не смог выполнить свое обещание перед жизнью и карьерой. Как друг, он был великодушен и предан. Как артист, он был, наверное, самым лучшим музыкантом своей страны. И для меня была большая честь работать вместе с ним. До сих пор его песни транслируются в эфир, а это значит, что легенда о нем растет. Через некоторое время у двери дома Дианы Федли появились двое служащих Эйр Канады. Они принесли мою Библию. Она почернела от пожара. Несмотря на то, что Библия в бумажном переплете, она не сгорела. Это напоминание мне, что Бог был со мной. И я верю, что Он охранял меня и что Он был там вместе со мной. Капитан Камерон и его команда получили шесть различных наград за героические действия на рейсе 797, включая официальное признание Королевских ВВС Канады. Но все равно, по ночам их преследуют кошмары. Ты несешь ответственность и чувствуешь вину. Хочется сделать свою лицензию. Чувствуешь себя маленьким, пока не соберутся все факты и не выяснятся причины. Ты понимаешь, что ты такая же жертва. Ты знаешь, что в таком состоянии не можешь управлять самолетом и становишься такой же жертвой, как у пассажира. Это становится нашей проблемой, и мы должны ее решить. Мне стыдно, что не удалось спасти всех. Это беспокоит меня до сих пор. Дым заполняет самолет, находящийся на высоте 10 километров. Электрическое системе закрыто. Мы подаем сигнал бедствия. Мы идем на посадку. Расследование авиакатастроф. Эта история основана на реальных событиях, записанных со слов очевидцев. Схватка с огнем. 2 июня 1983 года. Ранний вечер. На борту самолета Air Canada. Рейс 797. Время ужинать. Капитан Дональд Камерон отработал на Air Canada 17 лет и отлетал почти 5000 часов на TC9. Но это не значит, что он может ужинать первым. Как тебе морепродукты? Вкусно? Прежде чем он может приступить к ужину, должен доесть старший помощник Клод Уиметт. Вкусно. Самолет на полпути из Далласа, Техас в Монреаль с остановкой в Торонто. Тяжелые облака не пропускают на землю солнечные лучи, а на их высоте в 10 тысяч метров видимость чистая и ясная. Сегодня самолет наполовину пустой. В салоне всего 41 пассажир. Принесите, пожалуйста, чашечку чая. 24-летняя Диана Федли, активный член организации молодых диабетиков. Мы часто проводим благотворительные мероприятия. Раз в год мы проводим большую конференцию. И в тот раз она проводилась в Торонто. Рэймон Шалифоу, инженер. Ему 23 года, и он недавно женился. Он возвращается домой из своей первой командировки. Нам с женой было страшно. Я должен был вернуться через 5 дней. Это был первый раз, когда мы с ней были надолго разлучены. Для меня это было настоящее испытание. Несколькими рядами впереди сидит восходящая звезда фольклорной музыки Стэн Роджерс. Ему 33 года, и слова о нем перешла границы его родной Канады. Лучшие песни Стэна прославляют обыкновенных людей. Эти песни об обычных людях, которые становятся героями. В начале седьмого самолет находится на полпути к Торонто. Что это было? Там, я вижу. За тобой. Да. Внезапно выбило 3 автоматические предохранителя, которые защищают от перегрузки чувствительные электрические цепи. Как пулемет. Да. Зап-зап-зап. Эти 3 предохранителя регулируют спуск воды в туалете, который находится в хвосте самолета. Наверное, кто-то спустил в туалете бумагу. Трубу забила, и система перегрелась. Камерон думает, что что-то мешает мотору нормально работать. Но это не серьезная авария. Туалеты забиваются все время. Самолет продолжает свой путь в Торонто. Бортпроводницы Лора Каяма и Джуди Дэвидсон подают ужин пассажирам. Теперь может поужинать и капитан Камерон. Но сначала он хочет перезапустить автоматические предохранители. Без них туалет не будет работать, и весь остаток пути пассажиры будут испытывать дискомфорт. Не фиксируется, когда я нажимаю. Он ждал более 8 минут, но что бы ни случилось с туалетом, система не может восстановиться самостоятельно. Один из пассажиров жалуется на непонятный запах. Да, запах действительно странный. Я пойду проверю. Кони Кэрш из Техасы направлялась на деловую встречу в Торонто. Она сидела в хвосте самолета. В том месте, где я сидела, я почувствовала странный запах. Он показался мне странным. Это был сильный запах, но не запах горелого. Дым стал просачиваться из уборной. Резкий запах горящей пластмассы застал Дэвидсон врасплох. Это больше, чем просто забитый туалет. Другие пассажиры стали замечать дым и удушающий запах. Сэрджио, в уборной возникла проблема. Джуди говорит, там пожар. Хорошо, я сейчас подойду. Главный стюард Сэрджио Бенетти возглавляет экипаж, обслуживающий пассажиров. В мерах предосторожности мы пересаживаем всех на три ряда вперед. Ядовитый дым быстро распространяется, но Бенетти не видит пламени. Он берет огнетушитель и наносит пену на все стены и полу в уборной. С момента, как первый раз выбило предохранителей, прошло 11 минут. Лора Кайяма принесла капитану Камерону плохие новости. Простите, капитан, но в туалете пожар. Его только что пошли устранять. Вы хотите, чтобы я пошел посмотреть? Да, иди. Пожар на борту самолета одна из самых серьезных ситуаций, с которой можно столкнуться. Самолет находится на высоте 10 километров. Что начинается с маленькой искры, может смертельно быстро закончиться. Но Камерон еще не знает, насколько ситуация опасна. Вы должны помнить, что в 1983 году на борту самолета было разрешено курить. Меня эта ситуация не сильно встревожила, потому что это было не первое происшествие такого рода. Уэймету кажется, что ситуация куда хуже, чем он до этого предполагал. Когда я открыл дверь, я не видел пламени, но я хорошо расправил пену из огнетушителя. Ты думаешь, это была сигарета в мусорной корзине? Нет, не думаю. Ясно. Я не могу туда добраться, дым слишком тяжелый. Мне кажется, нам лучше пойти на посадку. Но у Стюарта Сергио Бенетти другой взгляд на ситуацию. Вам не нужно волноваться. Мне кажется, дым уже рассеивается. Капитану Камерону сложно принять решение. Время от времени какие-то детали ломаются. Но все они приводят к серьезным проблемам, из-за которых нужно идти на аварийную посадку. Когда Уэймет и Бенетти были в хвосте самолета, дым казался тяжелым и густым, а теперь он, кажется, убывает. Хорошо, кажется, стало проясняться. Но я все равно схожу, проверю, все ли там в порядке. Да, хорошо. Возьми эти защитные очки. Я пока оставлю маску. Но не заходи слишком далеко, чтобы не пострадать самому. Нет проблем, нет проблем. Если это всего лишь сломанный мотор, Камерон сможет долететь до Торонто. Но если все серьезней, ему нужно будет пойти на аварийную посадку, прежде чем маленькая неприятность перерастет в смертельную проблему. Субтитры создавал DimaTorzok, мы сейчас вернемся на аварийную посадку. Субтитры создавал DimaTorzok, Капитан Дональд Камерон, «Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, и контрольную систему. В рабочем состоянии остались только три абсолютно примитивных прибора для управления двигателем, и четыре для управления полетом. Такое управление можно было встретить на бомбардировщиках времен Второй мировой войны». Когда электрические системы дали сбой, Камерон связался с ближайшим командно-диспетчерским пунктом. Memphis Center — это Air Canada 797. Air Canada 797, Индианаполис, Центр, говорите, «У нас проблемы с электричеством, мы можем оказаться без связи, будьте наготове». Старший помощник Клод Уимитт в хвосте самолета. До дверной ручки в туалет невозможно дотронуться. Он даже не пытается открыть дверь. Столкнувшись с пожаром лицом к лицу, команде остаётся только посадить самолёт как можно скорее. «Не нравится мне, что происходит. Мне кажется, надо спускаться. Мы собираемся совершить аварийную посадку, сообщите борт-проводницам. Да, сэр». Как только решение было принято, загорелась ещё одна аварийная лампочка. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Маленькая проблема переросла в серьёзную аварию. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это диспетчерская Луис Вилли, приём. Эйр Канада 797. У нас пожар, мы спускаемся. Вы можете долететь до Цинциннати?» «Вас понял. Цинциннати в 46 километрах, но они могут добраться до него. Капитан Камерон начинает спуск на высоту в полтора километра. Они переключаются на батарею аварийного питания, но большая часть приборов не работает». «И не только приборы. Камерон понимает, что большая часть самолёта не работает так, как надо. Стабилизатор на хвосте самолёта замёрз. Работает только руль высоты, который Камерон использует, чтобы заставить самолёт пикировать. Но так же, как и машина, которая потеряла рулевое управление, самолёт сопротивляется. Когда Камерон нажимает на управление, оно отталкивается обратно с силой, равной 20 килограммам. Самолёт стал очень тяжёлым, и управление им требовало всей моей концентрации. Едкий дым выползает из задней части самолёта и просачивается между швами в потолке фюзеляжа. Он нависает над головами пассажиров, как большое облако. Невероятно резкий запах раздражал горло. Вдыхать получалось только по чуть-чуть, иначе начинаешь задыхаться. Я мог бы дать пассажирам кислородные маски, но это было запрещено. Маски разрешено выдавать только в случае массовой декомпрессии или сильного понижения давления в кабине, но не в случае пожара. Я была напугана. У меня не было истерики, но я плакала. Мужчина, который сидел рядом со мной, объяснил, что если я не буду плакать, успокоюсь и не буду дышать так быстро, это сбережёт кислород и поможет другим не волноваться, потому что экипаж знает, как справиться с этой ситуацией. С распространением неисправности из строя выходит бортовая связь. Чтобы руководить действиями пассажиров, вордпроводницам приходится кричать, но дышать становится всё сложнее.